Всем привет, друзья! Часто мы с вами слышим, что в США такой везде порядок, все соблюдают правила, а американцы все-таки успешные. США это рай на земле, где все живут правильно, и в этом обществе и в этой стране все идеально и нет никаких недостатков. Но все дело в том, что США это страна иммигрантов. Даже спросив у, казалось бы, коренного американца, какие его корни, то он с большой вероятностью скажет, что его прабабушка эмигрировала в США из какой-то другой страны или другого континента. В следовательно, в США много эмигрировавших людей, а значит в США много менталитетов, которые всегда конфликтовали между собой. Именно поэтому в США такие строгие правила, чтобы люди не расслаблялись, не конфликтовали и знали свое место в обществе. Так какой же менталитет сформировался в результате этих строгих правил у жителей США и в чем он проявляется? У американцев такой менталитет, что им прививают дух соперничества с самого детства. Детям постоянно говорят, что они лучшие на планете дети и лучшая нация. О том, что в их стране лучший автопром, лучшие технологии, лучшие фильмы и лучшие актеры. Дети в курсе того, что компанией Apple США поклоняется весь мир. В США, например, думают, что Вторую мировую выиграла именно Америка, и Россия просто так помогала и стояла в сторонке. Конкуренция в США очень большая между людьми во всем. Хоть и в США люди не воспринимают дорогие вещи друг у друга как что-то конкурентное, но все равно в США меряются, например, более дорогими вещами, чем простое дорогое авто. Например, домом не как у всех дорогим, или крутой профессией дантиста. Поэтому в США образуется очень много высокомерных людей, и каждый пытается выделиться. Но это получается сложнее, чем в России. А это в России мы можем выделиться новым BMW из салона. В США же у вас выпендриться этим не получится. В США многие люди высокомерные. Придя на какую-то вечеринку или мероприятие, большинство людей будут вести себя так, будто они нефтяные магнаты, владельцы нефтяного бизнеса. Американцы очень тщеславные. Это как раз таки вытекает из их высокомерия. Хотя тщеславие это в какой-то мере и есть высокомерие, стремление казаться лучше в глазах окружающих. То есть они все в большинстве стремятся к тому, чтобы казаться лучше в глазах окружающих. Даже если он и не владеет какими-то знаниями, знает их поверхностно, все равно он будет утверждать, что он специалист в этой области, чтобы просто казаться крутым. Американцы при подаче резюме на работу описывают свои достижения, будто они безупречно владеют теми или иными навыками. И работодатели уже не обращают внимания на все это кечение и позерство. В то время как в России люди почему-то всегда принижают свои умения и достижения. Американцы не обязательные люди, вернее, не обязательны они в своих обещаниях. Ну или это просто способ съехать с обещания, слиться, так сказать. Если вы попросите помощи у большого коллектива, то 99% людей вам пообещают помочь. Но позже, когда вы начнете обращаться за обещанной помощью, все эти люди сольются и придумывают какие-то отмазки. Все потому, что в США непринято и некультурно сразу отказывать человеку и говорить ему нет. Это мы все лошары в России, которые привыкли выполнять то, что обещали. И в нашем обществе презираются негласно люди, которые были часто замечены в том, что не выполняют свое обещание. В США, несмотря на то, что официально люди не приемлют халяву, на самом деле, как и любой другой человек, они любят халяву. Бывают, конечно, случаи, что в офисе есть бесплатное кофе, но американцы не берут его, а покупают кофе за свои деньги. Но, возможно, они просто боятся, что потом с них спросят за это кофе. Но, как и любой другой человек, в США многие готовы рыться в вещах, чтобы найти вещи по скидке. Многие любят день, черная пятница, в которой скидки достигают до 50%. Американцы любят получить скидку в 2 доллара за покупку пятой банки кофе. В США это страна толерантов и дружелюбие. В США люди все очень приветливые. И как им только не надоедает это лицемерное дружелюбие. Учитель, заходя в класс, будет непременно улыбаться. И учитель никогда вам не откажет и не скажет, что у него нет времени. И все заботятся о том, чтобы не быть грубыми и оставаться приветливыми. Очень похоже на лицемерие. Вы задаете вопрос учителю, и даже если ваш вопрос говно, учитель скажет вам «блестящий вопрос, прекрасный вопрос». И даже если вы говно и у вас нет слуха, вам все равно будут делать комплимент и говорить «блестящая игра на трубе». В общем, все привыкли друг друга мотивировать и хвалить. В США все толерантны друг к другу, независимо от пола и нации. И не дай бог вам начать кричать, что этот ниггер плохо играет на фортепиано и у него совсем нет слуха. А если вы начнете обсуждать в обществе в США чью-то ориентацию и критиковать неуважительно это, общество тут же вас сожрет и заклюет. Вообще, американцы чрезвычайно позитивны и излишне эмоциональны. Если у них что-то хорошо, то это не просто хорошо, а великолепно и замечательно. В США редко жалуются на жизнь друг другу, там это просто не принято, особенно коллегам на работе. Кислые и недовольные лица в США не популярны и никому не интересны. Особенно, если вы пришли с кислым лицом на собеседование. Если в наших странах бывшего СССР, когда пришел какой-то дурачок и заказал немыслимую услугу, все начинают обсуждать, да как это выполнить, да какой дурак это придумал, то в США они зацикливаются на негативе, а придумывают, каким путем можно решить это задание. Американцы зависимы от комфорта, их слишком рано и давно приучили к комфорту. Их промышленность развивалась быстрее, чем в России, поэтому те же стиральные машинки и электроплиты американцы начали осваивать лет 30 назад раньше, чем в России. Мы, например, в России до сих пор помним, как наши мамы или бабушки стирали вручную. Да что там говорить, конкретно я стирал свои футболки очень долгое время вручную. И только год назад обзавелся стиральной машинкой. Хотя поговаривают, что в США до сих пор готовят на электроплитах и отапливают дома электричеством. Является ли это бытовой отсталостью, решать вам. Но Россию совсем недавно, лет 40 назад, приучили к отоплению газом. До этого же все топили дровами и углем. В США же все привыкли к комфорту и часто показывают в фильмах, что семья решает продавать свой дом, поскольку не в состоянии за него платить. Для американцев лишиться комфорта это трагедия, а в России большинство людей рады двушке где-нибудь на окраинах Москвы. Да еще и годами выплачивают ипотеку за эту квартиру. Американец же даже представить себе не может, что ему отключат горячую воду на месяц. А если ему такое рассказать, он будет в шоке. Также плавно вытекающая из любви к комфорту – это разгульность американцев. Они любители вести праздный образ жизни. Хотя в последнее время это относится и к российской современной молодежи. Но в США, если что-то отмечают, то молодежь от 17 до 25 делают это шумно. И все напиваются и прыгают, как обезьяны, орут и сходят с ума. А если проходят спортивные мероприятия, то все бары забиваются молодежью, все пьют и танцуют на столах. Ну а что, праздновать так праздновать? Однако, чем старше становится американец, тем больше он любит спокойную семейную жизнь. В США люди умеют слушать и не перебивают. Это странное чувство. Даже если ты индус, говорящий с акцентом, тебя все равно будут слушать, даже если ничего не будут понимать. В России же мало людей умеют действительно слушать друг друга и не перебивать. Я постараюсь. Я буду изо всех сил слушать. В США сильна корпоративная этика. Всех приучают не сплетничать за спинами других и уважать конкурентные фирмы. Ведь именно так строится капиталистическое общество. И только так можно развиваться. А если ты что-то не умеешь на работе, то над тобой не будут подшучивать. В США люди не живут работой и стараются разделять работу с личной жизнью. И, как правило, шеф не будет вам звонить в нерабочее время и расспрашивать у вас что-либо. Чаще всего в США на работе люди не привыкли плести интриги, не обсуждают политику и домашние дела. Пришли, поработали, ушли и забыли о работе. Ты принадлежишь мне. Ты моя шлюха. Даже не думай, что ты свободен, как птица в полете. Ты глубоко заблуждаешься. США привыкли друг другу доверять. Недоверие в рабочем коллективе – это признак дурного тона и неуважения. В Штатах принято доверять друг другу, поэтому США очень уважительно относятся к чувствам другим. Например, никто вас не потребует на входе в супермаркете оставить сумки, как в России. В России же на вас еще и накричают за то, что вы сумку не оставили в камере хранения в супермаркете. Но пользоваться этим доверием в США не рекомендуется. Любой американец запросто может стукануть. Стукануть – это не считается там позорным. В США люди открыты и требуют, чтобы другие люди были также открыты. Что касается разговоров на работе, то в США мало о чем можно поговорить с напарниками. У них там чересчур политкорректное общество, о женщинах говорить запрещено, о геях тоже, но часто обсуждать невоспитано. Даже в период, когда выбирается президент США, на работе это событие особо-то никто и не обсуждает. Разве что если у вас нет близкого друга на работе, с которым можно обсуждать эти темы, но только когда вы один на один. Поэтому американцам ничего не остается, как обсуждать еду, спорт, сериалы, но и обсуждать работу на работе. Самая безопасная тема. В США не принято здороваться за руки со всеми. Если вы, как в России, придете в круг стоящих людей и начнете со всеми здороваться за руку, вас вас видимут как дурачка. Американцы вообще не любят излишних прикосновений. У них насчет этого какое-то гигиеническое табу. Также в США есть такая странность, что идя по коридору, с вами будут здороваться. А вот если человек, которого вы не видели, пришел на работу, а вы в это время беседуете, то вряд ли кто-то будет прервать беседу, чтобы с ним поздороваться. Часто люди, придя на работу, если они опоздали, могут просто прийти, сесть на рабочее место, ни с кем не поздороваться. Как-то это все странно. Обсуждение гендеров в США это очень опасная тема, и на эти темы лучше не говорить вообще. А то могут раздуть скандал из ничего. Лучше вообще представить себе, что все люди вокруг бесполые, как улитки. Двухполые. Хотя и так тоже нельзя представлять. А вдруг тебе докажут, что есть и третий пол, и ты останешься виноватым в том, что ущемлял третий пол. Если пошутишь над тем, что девушка не носит мебель с мужчинами, потому что у нее сиськи, то будешь сразу уволен. Это как пример. В общем-то, то, что в России мы называем флиртом, если нам девушка улыбается на работе, то в США это еще ничего не значит. В США все индивидуалисты, и людям прививается культ высокомерия и индивидуализма. Если вы пришли на новое место работы, никто не будет перед вами скакать и заморачиваться, чтобы обучить вас, показать где что находится. На работе вам просто покажут ваше рабочее место, и вы тут же начнете работать. С наставничеством или обучением на рабочем месте здесь огромные проблемы. Американцы почему-то не любят поучать, как поучают у нас в России. Например, в России, когда ты пришел на работу на мясокомбинат, за тобой закрепят наставника, который будет тебя всему обучать. И даже если ты всему научишься, то за тобой все равно будут следить, чтобы ты не накосячил. Потому что это в интересах и твоего наставника. Вообще в США нет такого вопроса, почему ты это сделал, почему ты опоздал, почему ты работаешь на этой должности 10 лет. Почему ты нарушил правила дорожного движения. Почему ты сделал так, а не иначе. Общества в США считают, что взрослый человек, если он что-то сделал, то он знает, что он делает. И это его личное дело. И если вам что-то не предложили и не дорассказали, то вы должны об этом говорить, а не надеяться на то, что вам должны были предложить рассказать, а не рассказали. Излишняя скромность в США не в почете. В США люди не любят разговаривать по душам. Вот, например, съездили в отпуск, купили новый телевизор, и особо-то это никому и не интересно. Не принято в США изливать душу и рассказывать, кто чем живет. Те, кто уехал в США еще во времена СССР, до сих пор испытывают проблемы с изливанием души. Потому что наши люди в США ищут именно заядлого друга, а с этим в США большие проблемы. Американец чаще всего не хочет, чтобы про него все знали. И также не хочет слышать какую-то душевную информацию и про вас. В США даже родственники не все такие близкие. Даже бабушки и дедушки уже чаще всего воспринимаются как следующая родственная ступень. В США не принято жить с родителями долгое время. Но, тем не менее, единственными друзьями в США для вас являются ваши родители. Несмотря на то, что американцы все компанейские, но какой-то дружбы с ними завести очень тяжело. Поэтому в США русские дружат только с русскими. В то же время, американская дружба по-своему хороша, потому что никто не лезет в твою личную жизнь. Что в России не всегда так. Американец не спросит, сколько у тебя денег. Не будет ли есть твои отношения с твоей женой или девушкой. В США на вопрос, как дела, кроме как хорошо, ничего не отвечают. А вопрос, как дела, воспринимается чаще всего как часть приветствия. Что касается приглашения гостей к вам домой, то американцы гостеприимные. Но чаще всего никто не будет по этому поводу закатывать пир на весь мир. Что-то закупать, чтобы вас угостить. И готовить какие-то бутерброды и салаты, как это принято, когда приглашают гостей в России. В США есть несколько вариантов кормления гостей. Самый популярный это барбекю. Проще говоря, шашлыки. Жарят много мяса, а к нему идут салатики, гарниры, закуски. Все сами себе выбирают вкусные кусочки и сами себе накладывают еду в тарелки. В общем, все как и у нас. Другой вариант это подобие шведского стола. Хозяева приготовляют разные блюда, расставляют их на столе, а вы берете тарелочку, обычно они одноразовые. Особенно, если народу достаточно много. И сами за собой ухаживаете. Если же это какой-то праздник, где собирается много людей, допустим более 20 человек, то обычно заказывают кейтеринг. Это какой-то ресторан или даже специализированный сервис по кейтерингу обустраивают у вас дома или в саду. Тот же шведский стол или фуршет. Но при этом уже все красиво и профессионально. Вы также кормите себя сами. В общем, даже в устраивании банкета в США есть специальные службы для этого. Американская улыбка везде и повсюду, как визитная карточка. Заходишь ты в магазин одежды, тебе улыбаются продавцы. Но справедливости ради, наши продавцов стали обучать улыбаться так же. Но искусственная улыбка – это лучше, чем когда ты заходишь и видишь кислые мины. А спрашивая что-то у продавца, он отвечает, будто хочет послать тебя нахрен. Улыбаются тебе и в любом кафе, даже в самом дешевом. Еще это так наигранно говорят, что понимаешь, не идти им в актеры. Много жестов, улыбок и мимики. Единственные, кто не улыбается – это арабы и китайцы. В США большинство людей готовы тебе помочь и рассказать, как правильно доехать до места назначения. Однако это вежливость лишь до той поры, пока ты не начинаешь набиваться в друзья или начинаешь чего-то хотеть и требовать от человека. Еще у американцев в большинстве есть дурная привычка облизывать свои пальцы при потреблении еды. Возможно, это связано с поеданием большого количества бургеров. Но мексиканцы так точно привыкли есть свою еду, облизывая пальцы. И выясняется, что и в детском саду дети тоже облизывают свои пальцы. И воспитательница не запрещает этого делать. А потом эта же воспитательница приходит в гости и после вкусной индейки сама облизывает свои пальцы. Такой вот странный менталитет или привычка. Американская правильность. У американцев жизнь не менее нервная, чем у нас. Им тоже хочется превысить скорость, чтобы успеть на работу. Но даже если впереди тебя плетется какая-то старушка, ты не имеешь права на нее накричать, потому что она имеет право так медленно ехать. Все это правильное общество построено только лишь на правилах. Даже если вы надумаете припарковать машину в неположенном месте, мол, всего лишь на 10 минут. А это недопустимо. Через 10 минут вашу машину заберут эвакуатором. Все службы работают там прекрасно. Даже если вы запарковались неправильно, есть служба, которая проверяет парковки на наличие просроченных по времени стоянок у машин и выписывает вам штраф. И постоянно курсирует машина, следит за порядком, чтобы никто не нарушил правила парковки. В США все системно. Люди, которые приехали из России, могут по этому поводу первое время негодовать. Мы в России привыкли нарушать правила. Там нарушил, тут нарушил. Тут дал взятку за скорость работы. Но в итоге понимаешь, что в США все сделано на благо людей. И все службы работают безупречно. Все сделано для комфорта людей. Если у тебя какая-то проблема, США ее быстро за тебя решат. За деньги, конечно же. А в России же не допросишься ремонта крыши или воды. Да что там, и даже концов не найдешь, кто эту воду должен был тебе сделать. А этот вот асфальт, вот он ходит. Также в США вам могут вернуть деньги, если вы переплатили налоги. Часто бывает такое, что из-за катаклизма в стране деньги на это берутся из налогов граждан. А если катаклизмов не было и деньги не были использованы, то вам могут вернуть из налогов от 500 до 2500 долларов. Люди в США на эти деньги рассчитывают и часто на них ездят отдыхать. В США на дорогах есть такие отдельные полосы движения, только для машин, которые берут в аренду, чтобы разгрузить дорожное движение. Называется Carpool. Например, вы едете с работы и с другим незнакомым человеком договариваетесь доехать до какого-то места. Вот для этого в США и придуманы такие отдельные полосы. Но если вы заедете на такую полосу, если вы один в машине, то готовьтесь, что вас оштрафуют. В США трасса серебристая, чтобы вода от дождя стекала и не мешала движению. Все для удобства людей. На дорожных знаках везде написано, что надо делать. Повернуть налево только с этой полосы или грузовикам поворот запрещен. Все это продублировано текстом, чтобы ничего не перепутать. Тебя могут оштрафовать в США на 160 баксов, если полицейский увидит, что ты взял в руки мобильный телефон или смартфон. И отмазки не волнуют полицейского. Взял в руки телефон, нарушил, будь добр, заплати штраф. В США у людей такой менталитет, что в кафе он подает всегда большие порции. И чаще всего вы их съесть не сможете за раз. Поэтому русские в США часто берут одну порцию на двоих. Поэтому там принято брать еду с собой. В России это выглядит как-то некрасиво, если вы в заведении недоеденное начинаете забирать с собой. Но в США на тебя никто не будет смотреть косо, если ты грузишь еду с собой. В России же на тебя посмотрят как на голодающего или на жадного. И с недовольным лицом дадут тебе судочек или формочку. Вообще в США эта традиция забирать еду с собой пошла с 50-х годов. Когда люди забирали недоеденное своему мохнатому другу. А уже в 60-х в США люди из-за кризиса стали забирать остатки еды себе. В США ты можешь купить продукты на любую цену. Никто не врет. На продуктах честно написано, что это химия. Или честно написано, что это органика. Конечно же органика стоит дороже. Кстати проводился эксперимент. Кролику давали ягоды черники органик и неорганик. И кролик выбрал именно органик и съел. А неорганик ест не стал. Позже кролику еще раз дали такие же ягоды. И опять кролик не притронулся к неорганике. В США везде принято оставлять чаевые. Непонятно за что правда, но это так. Если ты не оставишь чаевых официанту, потом за глазами он будет возмущаться, что ты ему не оставил пару долларов. Хотя это того стоит, если ты видишь, что официант вежливый и улыбчивый и прекрасно оказывает услуги. В магазинах в США на входе стоит продавец и в середине зала еще один. Тот, что на входе здоровается с вами и предлагает вам помощь. А если вы ничего не купили, вам все равно пожелают хорошего дня. Такие уж там правила. В США, кстати, есть такая штука, как закон потребителя, по которому вы можете любой непонравящийся вам товар вернуть обратно. Однако и здесь есть подводные камни. Чаще всего вам не вернут деньги, если вы оплачивали покупку не картой. Американцы трудоголики и стукачи. В США принято работать, а не прохлаждаться. И часто есть такой минус в людях, что если ты прохлаждаешься и не работаешь, то на тебя обязательно настучат начальству. Там нельзя работать плохо и не в полную силу. Получается, что друзей на работе завести очень сложно, потому что если ты накосячишь, этот же друг тебя издаст. Потому что, ну, не понимают США, как это не стучать. Если он нарушает правила, то я обязан пресечь это нарушение. Такая у них ментальность. В России же, конечно же, стукачей не любят больше. И они у нас, конечно же, тоже есть. В США нормальным считается искать хорошую работу по полгода, поэтому за работу в США люди крепко держатся. И самой плохой новостью для них является новость об увольнении. Они не понимают, как они будут платить свои кредиты и ипотеки. В США уважают любую профессию, будь ты продавец, официант, кассир, грузчик, потому что любую работу не так-то и легко найти. В России же, если ты себя плохо чувствуешь и работаешь на полсилы сегодня, то тебе сделают скидку. Из-за тебя твои напарники по работе позаботятся и прикроют тебя. В США же на тебя просто настучат. Плохо себя чувствуешь, бери больничный и не строй из себя больного. Да и люди там владеют более узкоспециализированными профессиями. Что уж там говорить, но в США, чтобы поставить забор, люди вызывают специальные фирмы. А у нас же в России команда из двух человек, соседа и тебя, поставят забор в два счета. Люди в США привыкли к тому, что каждый занимается своим делом. И даже если у тебя перегнулись провода в вилке пылесоса, то типичному американцу будет лень что-то там перематывать и обрезать. Он просто отнесет пылесос в сервис и не будет париться по этому поводу. И приехав в Россию, проходя в толпе людей и случайно сдев кого-то или толкнув, россиянин, долгое время живший в США, начинает извиняться. Но у наших людей, бывшего в СССР, наплевать на эти извинения. Начнешь яростно извиняться, еще и за больного примут. У нас запросто могут тиснуться без очереди четыре человека перед тобой. В маршрутке у нас час пик, все злые из-за давки, из-за того, что наступают на друг друга. А на дорогах бывает, часто подрезают, хамят и обгоняют агрессивно. Но зато мы все искренние и настоящие. Если нам что-то не нравится, мы говорим об этом прямо. Этим американский менталитет людей и отличается от менталитета наших людей. Такой вот он американский менталитет. Ну а на этом все, друзья. Ставьте пальцы вверх, а с вами были Интересные Факты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok